Друзья, 24 июля, город Каменскуральский, Свердловская область. Сегодня хочу показать вам сорт перца сладкого Лида Ламуио. Вот так вот он называется. Лида Ламуио. Посев проводила 3 февраля на рассаду. Ну, такой, скажем, среднеспелый сорт, не очень ранний. Вообще, в 2021 году я познакомилась с гибридом Ламуио от компании Партнер. Мне очень понравился этот гибрид. Выращивала я его в теплице. На канале есть ролики об этом гибриде. Высокорослый перец завязывает очень большое количество плодов. Несмотря на то, что плоды 300-400 грамм. Но плодов он завязывал одновременно, как я помню, от 11 до 13 штук. Но проблема там в подвязке. Так как за счет того, что такая большая нагрузка плодов на одну ветку, на один побег, побеги ломались. И привязать очень сложно. Конечно, если вы живете в частном доме, тут гораздо все проще. То есть у вас растения каждый день под присмотром. И можно вовремя привязать какие-то побеги для того, чтобы не была сломлена веточка. Но когда вы садовод выходного дня, когда вы приезжаете на пару дней в неделю, то, конечно, гораздо сложнее с этим, с подвязками, с этими, со всеми. Так как плоды растут, и тут нужен постоянный, просто постоянный уход. Вот. И мои, конечно, советы больше подходят тем садоводам, которые, вот как раз как я, садоводы выходного дня. Лида ломуйо – это сорт, который я впервые выращиваю. Ну, решила вырастить его в этом году. У меня, по-моему, одно растение в теплице и одно вот в мини-тепличке. Вот это растение я показываю, которое растет в мини-тепличке. В мини-теплице, конечно, результат лучше, чем в теплице. Почему? Потому что в теплице очень жарко. И погода у нас в Свердловской области в этом году аномально жаркая весь июнь была. И, конечно, температура у меня в теплице не понижается. Ну, в редких случаях понижалась в июне месяце ниже 50 градусов. В редких случаях. Поэтому, как таковых плодов там пока нет. Сейчас у нас снизилась температура дневная где-то до 24 градусов. Надеюсь, что, возможно, я там все-таки получу какие-то плоды. Какой-то урожай. Ну, а вот в мини-тепличке вполне неплохо. Посмотрите, я этот сорт в рассадный период обрезала. Почему и посев был 3 февраля так рано? Так как в рассадный период обрезался этот кустик. И видите, вот развилка как низко. Буквально тут, наверное, 5 сантиметров и уже развилка. Ну, нужно было чуть-чуть, наверное, побольше оставить. Чуть повыше, чтобы был так. Как мы видим, что перчик, вот плод, он уперся в грунт. И расти ему дальше некуда. То есть, в следующем году я, наверное, не буду вообще обрезать этот сорт. Посмотрю, я не знаю, каков он вообще должен быть по высоте. По-моему, на пакете было не указана высота вот этого растения. А может быть, я и ошибаюсь. Так, по нагрузке плодами в меня вполне этот сорт устроил. С учетом, если еще того, что на протяжении длительного времени, более двух недель, даже несмотря на то, что было очень жарко, эти растения даже не поливались простой водой. Ну, и тем более уж, конечно, не подкармливались. А перец, это все-таки та культура, которую нужно регулярно проводить подкормки и, конечно, поливы. Видите, вот здесь такие следы белые. Это я провела подкормку листовую, вот такую вот макбор. Листовая подкормка макбор. Как развожу? 15 грамм удобрения на литр воды. Я не оговорилась. На литр. Это листовая подкормка. Если мы решили сделать корневую подкормку вот этим удобрением макбор, то тогда мы разводим 20 грамм удобрения на 10 литров воды. Единственный минус этой подкормки, что остается вот этот вот налет, видите, на листьях. Ну и на плодах такой налет остается. За счет того, что у плодов довольно-таки плотная вот эта вот шкурка, удобрение не проходит внутрь плода. Ну и единственное, что вот на поверхности, видите, остаются вот эти следы. Но когда мы уже будем снимать эти плоды, мы, конечно, их помоем и ничего страшного нет. А так вот такой вот налет остается. Ну и в дальнейшем чем-то можно даже простой водой побрызгать через какое-то время и, в общем-то, смыть этот налет. Провожу подкормку листовую. Всегда стараюсь проводить рано утром, где-то с 6 до 8 утра. И, в общем-то, это самая лучшая, на мой взгляд, подкормка листовая, так как она очень быстро усваивается растениями. Также в этом году за счет того, что очень жарко, у нас появились вредители. Ну вот тут вот не вижу поеденных листочков. Но в другой теплице, вот здесь вот, по-моему, да, вот видите, немножко тоже тут поеден листочек. Это у меня уже, по-моему, какой тут у меня тут сорт? Леся желтая. Вот, но это за счет как раз вот этой жары аномальной, когда очень жарко. И что же я делаю? Допустим, я вижу, что появились дырочки на листочках. Вижу, что кто-то начинает поедать. Вот здесь вот четко видно, видите, погрызан листочек. Да, вот тут вот еще. Вот еще дырочка на листике, видите. Что же делать? Тогда я утром провожу подкормку, рано утром до 8 утра, а вечером провожу также по листу уже обработку от вредителей. Обработку от вредителей сейчас провожу битоксибацелином. Очень хороший препарат, биопрепарат. Работает хорошо, просто на отлично. И, в общем-то, помогает растениям избавиться от вредителей. Ну и также еще сегодня я проведу подкормку сульфатом магния. Но это я уже полью под корень. Проведу корневую подкормку. Сульфат магния. В состав сульфат магния входит магний 16,9% и сера 13,5%. Сера в середине лета, на мой взгляд, удобрение с серой, а это все удобрения, название которых начинается со слова сульфат, сера защищает растения от болезней. И поэтому, на мой взгляд, это очень хорошее удобрение. Это и сульфат калия, и сульфат магния. Еще ряд у нас сульфатов сейчас забыла. Просто что нам дает вот это удобрение сульфат магния? Не замедляется рост растений, листья не скручиваются, ну и растение лучше плодоносит, и вкусовые качества также улучшаются. Макбор. Почему вот макбор? Можно использовать любые борные подкормки сейчас, для того, чтобы если у нас где-то еще завязи не сформировались, ну вот я вижу, что у меня-то тут сформировались завязи, но тем не менее я все равно провожу эти подкормки. До конца июля я провожу еще подкормки с содержанием бора, для того, чтобы как можно больше было завязей. Август-сентябрь еще плоды вырастут. Не забываем, что все удобрения, содержащие бор, разводить нужно в теплой воде. Если конкретно борной кислотой пользоваться, то разводить даже лучше в горячей воде. Градусов 50 вот такая температура. В стаканчике можно развести борную кислоту, и затем уже добавить холодной воды и опрыскивать растения. Макбор я развожу в теплой воде. Градусов 30-40. Вот такая вот вода разводится очень легко, быстро. И вот по листикам опрыскиваю. Так, и что еще хотела сказать? Вроде бы все. Тут я потом пройдусь, еще покажу другие сорта. Ну, по сорту Лида Ламуи, я думаю, что все понятно. Да, и еще за счет чего не так много. Ну, хотя меня, в принципе, устраивает то количество плодов, которое здесь сформировалось. Но я еще и не формировала кусты в этом году. То есть вот эти внутренние пасынки. Вот идет, видите, пасынок вовнутрь куста. Его надо удалять. Он вообще тут не нужен. А он у меня растет. Вот он вытягивает элементы питания. Вот это вот тоже идет вовнутрь куста. То есть не было формировки, но даже без формировки мы видим, что завязалось достаточно большое количество плодов на этом сорте. Я его, конечно же, рекомендую. У нас в продаже в данный момент есть этот сорт, семена этого сорта. Ну, а я в этом году уже буду, конечно, собирать семена вот с этих плодов. Покажу потом, когда он покраснеет. Постараюсь показать этот сорт. Ну, и, конечно, не забываем, что полив. Перцам нужен хороший полив в период налива плодов. Ну, и не только перцев. В принципе, всем культурам в период налива плодов, конечно, нужен регулярный полив. Особенно, если стоит жаркая погода. Ну, вот даже, на мой взгляд, даже при... Даже не сказала бы не очень хорошем уходе, а при плохом уходе в этом году, я, в принципе, урожаем довольна этого сорта. Поэтому смело могу его рекомендовать. Семена вот сорта перца Лида Ламуя. Друзья, наших городских садоводов я приглашаю к нам в магазин «Дача», который находится по адресу Проспект Победы, 48, в центре здания. Весь товар, нужный для сада, огорода, конечно, у нас есть в продаже. И также всегда вы можете получить консультацию по выращиванию той либо иной культуры. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok